Привет, YouTube! Это Арина. Я очень люблю пробовать конфеты. Сегодня я в Америке, в Чикаго. Я нашла в магазине карамельный M&M's. В Америке он появился в магазинах два дня назад. Это новый вкус. Компания Mars, которая производит M&M's, очень долго тестировала, как сделать, чтобы была мягкая начинка внутри шоколадной оболочки. Это первый такой опыт у M&M's и у Mars за много-много лет. До этого был шоколадный M&M's, внутри с орехом. Есть M&M's с кренделями и с хрустящей начинкой. Никогда в истории не было M&M's с жидкой начинкой. Я очень хотела попробовать этот M&M's. Я его нашла в магазине. Наконец-то сейчас буду пробовать этот маленький пакет. Он стоит 2 доллара. Здесь 80 граммов. Цвет у конфет такой же, как и у обычного M&M's. Оранжевый, синий, коричневый. Конфеты большого размера. По сравнению с шоколадными особенно это заметно. С хрустящим центром и с кренделями. Такого же размера конфеты примерно. Внутри конфеты карамель, но карамель не жидкая. Если вы ели когда-нибудь конфету Mars, очень похоже. Карамель в шоколадной оболочке. Но если не знать, что это такое, больше похоже на жвачку. Очень застывший центр. Мне кажется, они технологию так и не доделали. На упаковке четко видно, что желтый и красный разрывают конфету, и там внутри тягучая карамель. Я не могу сказать, что сейчас то, что я попробовала, похоже на упаковку. В целом, очень интересный опыт. Я рада, что нашла этот M&M's в магазине и попробовала. Пока мой рейтинг 3,5 из 5. Меня зовут Арина, и я очень люблю сладко и пробовать новые интересные продукты. Сегодня я в Америке, в Чикаго, пробую мое любимое мороженое Ben & Jerry's. В конце февраля 2017 года Ben & Jerry's выпустили три новых вкуса. Я пока нашла в магазине только один новый вкус. Называется Truffle Car Fuffle. И сейчас я вам о нем немножко расскажу. Truffle Car Fuffle в переводе на русский в шоколадная суматоха. Truffle Car Fuffle это ванильное мороженое с жареным пеканом, шоколадной крошкой и соленым шоколадом. Все это нарисовано на упаковке, выглядит красиво. Само мороженое тоже очень классно выглядит. Я люблю шоколадное мороженое, обычно я беру шоколадное мороженое всегда. Если есть выбор между шоколадным и каким-нибудь еще. Внутри мороженого много всего. Мороженое очень сладкое. В каждой ложке куски шоколада, жидкий шоколад. Ванильное мороженое и попадаются куски пекана. Это мороженое стоит 5 долларов. Очень классно, что есть мороженое с пеканом. Я люблю пекан больше, чем грецкий орех. Они похожи, но у пекана более мягкий вкус. И в России я нигде не видела мороженого с пеканом. Мне понравилось это мороженое. Я вам его рекомендую. И ставлю ему 5 мороженых из 5. Вот так оно выглядит. Буду искать в магазинах остальные 2 новых вкуса. И еще попробую вкусы, которые я не пробовала раньше. Предыдущие обзоры вы можете увидеть на моем канале. Пока посмотрите их. А я пойду искать другие вкусы этого мороженого. Еще один новый вкус мороженого Беннаджерис. Называется Урбон Бурбон. Или городской виски по-русски. Внутри мороженое сженая карамель с миндалем. С кусочками помадки и завитками карамельного виски. Мороженое цвета карамели. С черными вкраплениями. Это шоколад. И еще видно, что карамель или виски тут есть. Видно большие куски шоколада. Мороженое очень сладкое. В каждой ложке куски орехов, куски шоколада. Все как я люблю. И чувствуется алкоголь. И в составе действительно есть виски. Отдельным словом указанное в рекламной кампании. Тоже написано было в шутливой форме. Да, теперь мы предлагаем мороженое с алкоголем. Но продается мороженое в обычном продуктовом магазине всем подряд. Не только взрослым. У мороженого приятный цвет, приятный аромат. Очень вкусное. Это новое мороженое. Я надеюсь, что они этот вкус не выведут в будущем. Это новый вкус Ben & Jerry's в 2017 году. И я этому мороженому ставлю 5 мороженых из 5. Очень вкусное мороженое. Я рекомендую вам попробовать. Если где-нибудь увидите мороженое Ben & Jerry's городской виски, обязательно купите попробовать. Не пожалеете. Следующий вкус мороженого Ben & Jerry's шоколадный. Я люблю шоколадное мороженое. И оно называется шоколадный вишневый гарсия. Здесь корова играет на вишне, как на гитаре или как на банджо. И нарисованы ноты. На крышке указано, что это ограниченная серия. Поэтому я решила попробовать это мороженое. Внутри шоколадное мороженое с вишней и завитками помадки. Мороженое коричневого цвета. Пахнет шоколадом. Видны большие куски шоколада. Мороженое очень сладкое. Четко ощущается шоколад. Четко ощущается вишня. И здесь еще куски вишни. В моем рейтинге это мороженое получает 4 из 5. Потому что в нем ничего особенного нет. Но я люблю шоколадное мороженое. И я люблю, когда на зубах хрустит то, что входит в состав мороженого. Вот это мороженое я, скорее всего, больше не куплю. Если только не случится такое, что я захочу мороженое. И в магазине будет только этот вкус. Тогда я шоколадное мороженое возьму. Мороженое, шоколадное черри гарсия. Рекомендую попробовать, если вам больше нечем заняться. Продолжаю пробовать американские продукты. В магазине Таргет купила напиток Мама Чея за 2 доллара 80 центов. Мама Чея это бренд, у которого вся продукция с семенами Чея. Это здоровая веганская пища. Маленькие, типа маковых зерен. А если добавить их в воду или в жидкость, они размокают и превращаются в маленькие, как прорезиненные шарики. У них раньше были просто смузи с Чея, а сейчас они выпустили еще напитки. В этой бутылке 296 миллилитров. Здесь и омега-3, и волокна, и протеин, и без глютена, и все веганское, все полезное. Вот этот напиток с гуавой. Я ни разу не пробовала напитки Мама Чея. Я пробовала у них смузи в пакетах, как детское питание выглядит. И на меня впечатления большого не произвело. Напиток по вкусу как разбавленный клубничный сок. Очень сильно разбавленный. И туда добавлены семена Чея разбухшие. Очень странное впечатление. Ну, говорят, что здоровая еда невкусная. Вот это примерно такое. Два балла из пяти. И не покупайте это никогда. Это невкусно. В составе ананас, сок лимона, сок лайма, пюре гуавы. Здесь нет клубники, но на вкус ужасно все это вместе. Под крышкой вопрос от бренда. Что радует вашу душу? Точно не этот сок. Что радует вашу душу? Напишите в комментариях. Продолжаем прогулки по Чикаго. Рядом со станцией метро на коричневой ветке центральной остановилась машина Red Bull. Две девушки раздавали напитки. И сейчас я буду пробовать. Мне дали один зеленый. Зеленая мятая банка. Вообще не считывается, что это Red Bull. Здесь нарисован бык. Энергетический напиток. Я вообще энергетические напитки не пью, потому что мне очень плохо становится. Сердце начинает жутко колотиться. И мне становится нехорошо. Это вкус с киви Apple. Написано, что здесь ненастоящие усилители вкуса добавлены. И очень клевая открывашка на ключе. Тоже бык. Я нигде раньше такого не видела. Наверное, это новый дизайн. Если вы пьете Red Bull, напишите мне в комментариях. Очень классно. На вкус как очень сладкая газировка. И у меня уже вот такой настрой, что сейчас у меня сердце заколотится. Мне уже нехорошо от этого напитка. Здесь 250 миллилитров. Если я выпью всю эту банку, можно сразу идти отдыхать. Пахнет конфетами с яблоками. Я знаю, что некоторые люди после тяжелого рабочего дня, если еще надо ночью поработать, очень много задач пьют Red Bull. Я вам не советую это делать. И новый вкус ничем не привлекателен для меня. Оставайтесь здоровыми и хорошо питайтесь. Меня зовут Арина. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми увидеть мое следующее видео из Америки. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. И пишите комментарии. Пока!